У меня была очень серьезная проблема с ногами. Дело в том, что я танцевала очень долгое время. И к 20 годам, когда была погода, особенно у нас в Молдавии зимы редкие, но, допустим, если выпадет дождь и на следующий день мокро, гололед, то я ходить не могла. То есть я ходила, и мне обязательно нужны были какие-то столбы, деревья, потому что у меня тут же хватали судороги на ногах полностью от пальцев до бедер. И были такие моменты, когда просто... Ну, я просто не могла передвигаться. Я засыпала только ноги вверх, чтобы кровообращение двигалось по-другому. Спать по-другому я не могла. Когда была перемена погоды, то я не могла просто найти себе место, потому что у меня выкручивали все суставы, и боли были очень сильные. К врачу я не обращалась, я была несколько раз у массажиста. И он мне сказал, Наташа, просто срочно нужно что-то с этим... Тебе нужно принимать лечение, завязывать с танцами, потому что нельзя. К 30 годам ты можешь быть просто инвалидом. И вот я узнала об обществе, узнала об РОНО, узнала об этой энергии, и начала ее принимать в 97-м году, 10-го декабря. Первая была моя встреча. Я приняла сразу, очень открылась. Исцеление я получила, честно говоря, наверное, спонтанно. У меня не было регуляции по этому поводу. Я просто совсем забыла о том, что у меня была эта проблема. Настолько меня поглотила эта жизнь нашей молодежной группы. Все как-то изменилось. И когда я поняла, как я поняла, что я получила исцеление. Мы поехали в Крым на молодежную неделю. И когда там были очень серьезные нагрузки, и вдруг уже в конце нашего заезда, я вдруг понимаю, что у меня были очень серьезные нагрузки. Мы поднимались в горы, и я не испытывала боли совершенно никакой. Ни до, ни после вообще. И с того времени таких состояний у меня больше не было никогда. Но самая основная проблема, это было психологическое состояние, потому что произошли очень серьезные перемены в жизни. У меня было 16 лет, умер папа. И начались очень серьезные проблемы с мамой. У меня была маленькая сестричка. И к 20 годам я просто боялась жить. Я просто боялась завтрашнего дня. И было несколько попыток уйти из этой жизни. Но, наверное, Господь видел меня, помог мне остаться. Это было очень страшно. Я уходила из дома, боялась оставаться самой собой. Я часами ходила по городу, чтобы быть в каком-то среде людей, чтобы, не дай Бог, не сделать ничего. И, конечно, то, что сейчас, какая у меня жизнь, когда я ее не боюсь, когда я ей только радуюсь, радуюсь каждому дню. Когда я радуюсь за своих детей. И я знаю, как выходить из различных ситуаций. Я не боюсь никаких трудностей. Я знаю, что мне делать. Я знаю, что я не одна. И это самое главное для меня. Я хочу рассказать о помощи, которая была у моей мамы, Мишпол Галины Федоровны. В 1989 году мы узнали, что у моего отца рак легких. И по этой причине мама начала выпивать. Сначала это было в небольших количествах, незаметно. И в основном тогда, когда он уезжал на длительное лечение в Москву. С каждым годом выпила мама все сильнее и сильнее. В 1993 году папа умер. И в это время мама начала пить практически каждый день. В этом же году папа умер в марте, а в мае месяце этого же года умер мой дедушка, мамин отец, которого мама тоже очень любила. Это еще усугубило ситуацию. Мама начала пить очень сильно. Практически все, что попадалось под руку, все это было очень агрессивно. И скандалы, и крики, и слезы. Это как наркотик. Если он сейчас не выпьет, он просто может, организм может не выдержать. Поэтому здесь уже у нее не шло никаких человеческих, каких-то чувств материнских. У нее просто был инстинкт выпить, и все. Поэтому выносилось все, что попадалось, и все, что можно было вынести. Ковры, мебель, посуда, оконные окна, стекла из окон. То есть все, чтобы только возможно было выпить. Она два раза кодировалась, но это ничего не помогало. Было несколько белых горячек. И несколько... Мы каждый день вызывали скорую помощь домой. Несколько раз у нее останавливалось сердце. Я это видела. Вызывали скорую. Ее просто откачивали прямо здесь. И в 97-м году, где-то полгода, наверное, уже три месяца, там, ноябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, мама начала пить совершенно, ну, я даже не знаю, до отключки, наверное, так можно сказать. То есть я проверяла, дышит ли она. Дома я уже не могла находиться, потому что нельзя было. И в декабре 97-го года я узнала о учении Бруна Грининга. Стала принимать энергию и стала просить возврата на божественный путь для нее. Домой пришла после видения, принесла и поставила на шкаф фотографию Бруна Грининга и журнал, который мне дали. Говорить я с ней не могла, потому что она была в невменяемом состоянии. И ушла, и настраивалась, просто настраивалась на нее. Через некоторое время, когда я пришла, я приходила каждый день домой проверять, как она и что с ней, жива ли она и что с ней. В один из них я пришла и увидела, что она выпившая, но, по крайней мере, с ней можно было говорить. В этом я увидела уже помощь. Она спросила меня сама, сказала, Наташа, это от Бога? Я сказала, да. Она сказала мне, помоги мне, я хочу избавиться от этого, я погибаю. И она начала настраиваться. Естественно, я тоже настраивалась два раза на нее. Это было основным в настройке для себя, силы для нее. С 97-го года мы узнали обучение. Вот два года у нее были очень сильные регуляции очищения. Это время она уже не пила. Когда мама просто начала выходить в магазин, мы купили ей вещи, мы отвели ее в парикмахерскую, она начала за собой следить, она начала кушать, у нее появился здоровый цвет лица. И, конечно же, наши соседи и все окружающие здесь, в нашем дворе, все видели, что с ней происходит. И когда увидели, какая она была, после того, как она узнала об учении в рунах, то ко мне просто подходили наши соседи, чужие просто люди, и спрашивали, что произошло, потому что это невозможно. Считается, что женский алкоголизм неизлечим. Но мы от этого ушли. Женский алкоголизм излечим. На этом пути нет ничего неизлечимого. Это я знаю.